Друзья, всем привет! С вами Наталья, школа графического дизайна и иллюстрации. В прошлом уроке мы в корле рисовали зайца, тот который слева. Ссылку на урок я оставлю в описании и закреплю в комментарии. Но я решила продолжить эту тему и нарисовала новый эскиз. Этот же заяц на макет будет готовиться под лазерную резку и гравировку. Присоединяйтесь к рисованию, но перед практикой подпишитесь, пожалуйста, на канал, если вы еще не подписаны, и в соцсети школы. Все ссылки под этим видео. А мы переходим в программу. Вот, друзья мои, заяц, из прошлого урока. Мы сюда первым делом закидываем новый эскиз. Эскизы скачивайте, пожалуйста, в группе ВКонтакте по ссылке в описании. Как первый, так и второй там есть. Я сейчас просто удавила первый эскиз и поставила как ориентир наш будущий рисунок. Первое, что мы сделаем, мы, конечно же, разгруппируем нашу картинку. Вот это только фон. Смотрим. Вот это все звездочки. Нам они не нужны. У меня, кстати говоря, сохранен под другим файлом. Вы, если нужно, конечно, этого зайца тоже себе, естественно, оставляйте. Я этого делать не буду. А хотя давайте-ка мы с вами про запас его продублируем. Я беру все вместе. Ну, с шифтом просто, чтобы шло ровно. И одновременно правая клавиша мыши, то есть левая зажата, чтобы смещалась. Шифт, чтобы перемещалась ровно, это не обязательно. И одновременно правая клавиша мыши. Наши группы продублировались. Ну, оставим этого зайку где-нибудь в стороне, потому что нам понадобится. Вдруг какие-то детальки потеряем. Итак, разница в разгруппировке. Первое, отменить группировку. То есть, смотрите, если, друзья мои, группа, в составе которой были группы, или отдельный объект, или группы в группе, то распадается на группы. То есть, как иерархия такая, распадется на группы, если они были, и на отдельный объект. Это сразу все группы, сколько бы их ни было, друг за другом, да, все на отдельные объекты. Поэтому мы первую сделаем разгруппировку. И давайте посмотрим, как тут все устроено. Вот это мы удаляем для нашего рисунка, не нужно. Жилеточка нам тоже не нужна. Все, видите, у меня группами сделано. Бантик нам понадобится для подарков. Я его поэтому в сторону беру. Так, остальное пока оставляем. Вот это не забудем тоже удалить. Линия не нужна. И поехали, друзья мои. Так, я даже удалю, пожалуй, вот эти вот лапки. Нам мне тоже не понадобится. И, наверное, удобнее сделать так, чтобы наш эскиз примерно по размеру совпадал с рисунком. Ну, то есть, либо наоборот. Эскиз мы должны закинуть на дальний план. Он и там, и так есть. Поэтому примерно, примерно вот так по рисунку поставим. Ну, я думаю, да, нормально. Хотя мы можем просто вообще ориентироваться, ну, на глаз рисовать, так скажем. Вам, конечно, удобнее по эскизу. Лапки. Лапки я хочу перерисовать. Вот это оставить примерно как есть. Но она будет более прямо располагаться, чтобы валенок был, ну, смотрелся правильно. Поэтому вторая стрелка. Точку смещаем. И обращайте внимание на рисунок, чтобы лапка была не толстая. Примерно, я думаю, что такая. Вот эту лапку мы переносим вот сюда. Все-таки, наверное, друзья мои, по эскизу. Поэтому я сейчас вообще просто возьму туловище. Будем такой пазл собирать, потому что, наверное, не попасть в эскиз. Отменим заливку. У эскиза я выбрала эскиз. Немножко давайте дадим прозрачности. Вот это инструмент прозрачность. Вторая вкладка равномерная прозрачность. И правая клавиша заблокировать эскиз. Потом также по правой клавиши разблокировать. Но нам сейчас он должен быть заблокированный. Поэтому, друзья мои, пользуйтесь опорными точками. Двойной щелчок, напомню, удаляет опорную точку. И манипуляторами мы рисуем нового нашего зайца. Вот эта точка должна быть не перегибом, а сглаженным узлом несимметричным. То есть симметричная последняя вкладка, несимметричный, сглаженный, средняя вкладка. И вот прям рисуйте по эскизу. Ставьте по месту. Если прям нужно так сильно привязываться. Конец лапки я не прорабатываю, потому что здесь будет валеночек. Мы его можем так идеально не прорабатывать. Вот это местечко на самом деле тоже пузико, потому что мы сейчас делаем по-другому немножечко. Объясню как чуть позже, но вот такой острый угол не нужен, поэтому манипуляторами работайте. Можно несколько точек брать и тоже вот так смещать. То есть я обращаю внимание на силуэт, естественно. Можно отходить от эскиза, как я сказала. Не будем сходить с ума. Тут не очень красивое местечко. Так, двойной щелчок удаляем точку. И посмотрим, доработаем. Еще, может быть, этот эскиз уйдем. Тут вот какое-то место не очень красивое. Хотя одно другим у нас закроется. Не торопитесь. Работа непростая. Тоже прячем заваленочек. На приближение. Еще давайте порисуем. Хотя всегда можно, конечно, вернуться и доработать в любой момент. Самое главное, чтобы плавные были линии. Все вроде бы примерно так. Так, лапка у нас, друзья мои, заготовка есть. Ну, тут они, скорее всего, примерно одинаковые. Поэтому прям так его пока что разберем нашего зайца. И сделаем по новому эскизу. По порядку объектов тоже пока можно не заморачиваться. Так, двойной щелчок случайно. Мне нужно Ctrl-Z отменило действие. Можно тоже удалить заливку. Объект выбран. Левая клавиша на перечеркнутом квадрате. Тут видите, лапки такие поизящные, чем были. Можно вообще вот эту точку убрать двойным щелчком. Это у нас сглаженный симметричный, несимметричный узел. Поэтому вот так манипуляторы. И рисуем по месту. Как я говорила, много точек не нужно. Меньше точек лучше, проще нарисовать линию. Поэтому вот такая форма, видите, получилась всего через 3 опорные точки. Так, эта лапка есть. Можно отзеркалить ее. Мы берем вот за этот маркер. Зажимаем клавишу Ctrl. Видите, она перещелкивается. Левая клавиша, соответственно, тоже зажата. И одновременно правую клавишу вы тоже умеете делать. Ну, вот так вот ее отзеркалили. Эту немножко мы дорисовываем. Потому что она, видите, держит подарок. Поэтому двойной щелчок вот здесь. Так, а тут, наверное, тоже нужен будет двойной щелчок. Щелкнем. И вот так вот доработаем. Тоже всегда можно вернуться и доработать более точно. К тому же я не хочу урок затягивать. Я вам показываю принцип. Вы, конечно, будете рисовать своего зайчика. Так, давайте-ка мы, друзья, мы посмотрим шапочку. Я возьму сейчас голову с ушками. Причем напомню, что вот это разные детальки. А вот это цельная деталь. Вот цвет ее. Но нам, в общем-то, не нужны щечки. Нам не нужна вот эта полупрозрачная детальюшка. В очках тоже нам, в общем-то, не нужны вот эти вот прозрачные детальки. Удаляем их. Усики я тоже временно сдвину куда-нибудь в сторону. Мы возьмем только ушки. Ну, можно сразу очки. Друзья мои, есть особенность по выделению. Смотрите, когда я выделяю все объекты вместе, вот я захватываю полностью левое ухо, которое вот более такая розовенькая часть. Очки, ну, усик. А усик я не захватываю голову, полностью не захватываю. У меня в выделение попадает только вот то, что полностью попало. То есть усы это были, видимо, группа объектов. Но если мы зажмем Alt, зажатым Alt выделяется все, что даже частично попадает в выделение. Поэтому возьмем глазки, очки, ушки и голову. И по месту вот так поставим. Немножко. Но сейчас единственное, что с шифтом я еще вот это захвачу. Немножко сделаем поменять, чтобы соразмерно сохранить. Примерно вот так. Опять же, будет больше ушки, ничего страшного. Давайте мы отменим заливку головы. Вот это с шифтом отнесем ниже. Шифт, потому что у нас ровненько все. Глаза по голове. И нарисуем шапочку. Шапочку предлагаю нарисовать через эллипсы. Я рисую эллипс, отмечу его другим цветом. Ну вот он красный. Давайте просто потолще возьмем. Миллиметра два. Кстати говоря, не сказала раньше. Мы пока на масштаб не ориентируемся. Мы рисуем как есть. Потом будем регулировать толщину. Когда будем уже приводить это к виду лазерной резки, так скажем. Вот я обращаю внимание на нижнюю часть эллипса. Как она заходит на голову. Красный объект выбран. Давайте немножко так вот. Оп, побольше его. Зажимаю shift и щелкаю по голове. То есть у нас, друзья мои, сначала выделен тот объект, который будет перемещаться. А во вторую очередь, относительно которого будет перемещаться обратить. Когда выбрано два и больше объектов, команда выровнять и распределить. Первая вкладка, то есть то, что было первое выделено, оно смещается. Выбрали объект. Ведем shift и с правой клавиши мыши дублируем. Я до верхней части смотрю. И с shift в себя сокращаем. Так, нехорошо, да, получилось? Друзья мои, я просто смотрю вот на эту часть. Здесь, наверное, нужно маленький эллипс нарисовать. Давайте я вот так наоборот приплюсну. И с shift немножко. Можно на приближение, чтобы более точно нарисовать. Нам самое главное, чтобы здесь было тройное такое сочетание. Так будет лучше. Это объект другой. Давайте мы красный вытянем на передний план. Shift, patch, up. Выбран красный объект. С shift выбираем зеленый. Задний, минус передний. Вот мы получили опушку шапочки. Все хорошо. А саму верхушку шапки можно взять голову, в общем-то. Также ведем. Ага, голову не взять, потому что она цельная. В принципе, можно вернуться. Ctrl, Z действие отменить. Давайте, чтобы лишнее не выравнивать. Я вот так с shift и с правой клавиши мыши продублирую. И с shift вот так в себя уменьшу. Хотя сейчас будем тоже смотреть. Снова проделаем действие красный из зеленоватого. Вырезаем. А вот эту шапочку. Опять же, никуда ничего не смещаем. И вот так вот находим вот этот кусочек эллипса. С shift в разные стороны сразу. То есть мы исключаем выравнивание. Прежде чем двинемся дальше, хотела бы рассказать о двух мини-курсах. Первый. Corel для лазерной резки и Corel для полиграфии. Названия курсов говорят сами за себя. С подробностями вы можете познакомиться по ссылкам в описании. Но самое главное, приглашаю на персональный курс обучения. Это отличный формат для тех, кто хочет быстро и качественно освоить программу CorelDRAW. Вектор обучения вы выбираете самостоятельно. А с примерной программой можно познакомиться по первой ссылке в описании. Если ВКонтакте вам неудобен, то обо всех курсах можно почитать в соответствующем актуальном в Инстаграме. А мы движемся дальше. С control рисуем эта часть, которая будет крепиться. Ну, которая будет с отверстием. Красный выбран. С shift выбираем синий объект. Выравниваем по синему объекту. Пока давайте так с shift. Во все стороны, чтобы исключить выравнивание. Вот так поставим по месту. Здесь пока сливать не будем, потому что нам отверстие нужно будет сделать. И выравнивать удобнее, естественно, по цельному объекту, а не по слитому объекту. А, друзья мои, по такому же принципу можно нарисовать шарфи, как я нарисовала опушку шапочки. Что касается конечков. Давайте конечки еще поясню. Прямоугольник. Немножко по эскизу шли, ничего страшного. Вот я рисую вот эту часть. Второй стрелкой выбираем вот эту точку. И ее максимально скругляем. Или не максимально, как нужно, в общем. Еще один прямоугольник. Видите, привязка работает. Она показывает, что я привязалась к нижней части первого прямоугольника. Так. Не переборщить. Можно прямо вот так от привязки пойти. Вот эти точки. Вторая стрелка. Мы тоже скругляем максимально. И, друзья мои, вот эти два объекта берем вместе. Делаем слияние. Ну, не очень красиво, поэтому отменю действия. Надо здесь делать, конечно, поуже. Мы потом просто лапку порисуем по-другому. Хочется как-то изящно сделать. Можно здесь пошире тоже. Теперь снова возьмем вместе. Делаем слияние. И, друзья мои, по рисунку здесь вот, конечно, мягкий угол. Здесь тоже можно уголочки смягчить. Выбираем точку. Меню окно. Окна настройки. Углы. Первая вкладка скругления. Видите, предпросмотр показывает, что в таком размере радиус 3,8 мм будет вот такой скругленный. Нам, конечно, нужно меньше. Нужно подобрать это значение. По масштабу, по месту. Вот 2 мм, допустим, применить. Вот эти точки тоже можно скруглить, но мы их выберем с шифтом. Две точки. 2 мм это слишком много для такого размера, поэтому, допустим, 1 мм подобрать. Можно чуть меньше. Применить. Вот такая форма получилась. Если лишние точки не нужны, мы так вот их удалим. Ну, соответственно, второй сапожок нужно тоже так же продублировать, если по рисунку что-то вас не устраивает. Смотрите, мы берем вторую стрелку. Допустим, выбираем вот эти опорные точки. Обратите внимание, все выбраны между ними, точки не выбраны. И, допустим, так ведем с шифтом, делаем немножко повыше. Я думаю, с этим справитесь. И саму часть, вот эту скользящую, мы берем прямоугольник. Отмечим его пока синим, правая клавиша мыши. И по рисунку вот так вот укоротим. Опять же, вот эту точку. Одну скругляем максимально. Берем вот эту точку. Так, стоп. Нам сначала нужен вот этот объект, синий объект. Это прямоугольник со скругленным углом. Нам нужно превратить его в кривые. Вот, преобразовать в кривые. Вот в этой точке разрываем замкнутый контур. И вот в этой точке разрываем замкнутый контур. То есть, вот здесь, обратите внимание, вот эта точка не разомкнутая. А вот эта точка разомкнутая. Видна разница. Но еще нам нужно сделать одно действие. Выбирая объект, вот, разъединить. То есть, получился один объект и второй. Этот мы удаляем. Не очень красиво здесь, поэтому можно, в принципе, друзья мои, наверное, вот эту точку еще убрать. Двойной щелчок. Вот так лучше. Так лучше. Толщину мы потом подберем. И вот эти линии. Возьмем инструмент свободная форма F5. К привязке к краю щелкнули раз. С шифтом щелкнули два. И с шифтом, с правой клавиши мыши продублировали. Конечек, опять же, если укоротить что-то, работа с опорными точками, вот с шифтом мы смещаемся больше дальше. Повторю, здесь будет, конечно, контур потолще. Потом, как я сказала, берем вместе. Можно, когда с контурами, да, решим, дублируем. Второй щелчок и поворачиваем на нужный градус. Это действие я удалю от меню. Подарок. Тут все понятно предельно. Вот видите, от края. Прямоугольник нарисуем. С шифтом и с правой клавиши мыши дублируем. Здесь вот тоже сразу до привязки. Средняя точка. Напомню, что привязка к объектам, она стоит по умолчанию. Позволяет как раз то, что я сейчас проделала. У нас здесь линия в линии идеальна. Здесь укорачиваем. Ведем. С шифтом в разные стороны делаем крышечку немножко побольше. Так, бантик у нас с вами, друзья мои, есть. Мы его сюда принесем. И немножко пока что уменьшим. Насчет полосочек не знаю. Как будет по размеру подходить. Можно бантик сделать перед крышкой. Вот так вот в смысле. Shift, Pitch, Up на передний план. Толщина контура решим, когда с масштабом решим. По поводу кофточки. Просто нарисуем. Давайте, например, в свободную форму. Даже не свободная форма. Возьмем вот тот щелчок к краю. И вот тот щелчок. Это пока что прямая. Вторая стрелка. Щелкаем в любом месте между этими точками. Вот такая точка фиксируется. Мы переводим прямой отрезок в кривую. Появляются манипуляторы. Мы вот так вот манипуляторами нарисуем линию. Это тоже касается и вот здесь вот линий, которая обозначает рукавчики. И можно с Shift продублировать. Тут единственное, что надо чуть-чуть дотянуть до вот этой линии. Снеговик. Все предельно просто. С Ctrl круг. С Shift и с правой клавиши мыши дублируем. С Shift увеличиваем в разные стороны. С Shift с правой клавиши мыши дублируем. С Shift увеличиваем в разные стороны. Если хотите идеально каждый последующий круг делать, ну, на какой-то определенный размер больше, то перетеканием воспользуйтесь. То есть перетекание тоже можно урок отдельный посмотреть. Так, с Shift дублируем. Здесь. Кстати, здесь можно... Давайте, друзья, мы не будем тоже мудрить. Вот эту линию просто возьмем. Продублируем. Щелкнули второй раз. Поворачиваем. Произвольно. Снова щелкаем, уменьшаем. И ставим здесь по месту. Тоже ближе дальше мы разберемся немножко попозже. Так, ну, я думаю, с ручками понятно все. Привязка. Щелчок. И еще раз щелчок. То же самое с пальчиками. Щелчок. И здесь двойной щелчок, чтобы продолжить рисование. То есть у нас вот эта линия получилась отдельно. Взяли вместе. Можно сгруппировать. И отзеркалили с помощью правой клавиши мыши. И ставим можно неровно. Я думаю, вот с этими объектами все понятно. Если углы не важны, то просто вот так по щелчку мыши. Второй раз щелкнули. И развернули тоже произвольно с помощью правой клавиши мыши. Если нужны какие-то конкретные углы, то я бы сначала нарисовала линию с Ctrl ровно. Потом повернула ее под 45 градусов. Щелкнула второй раз. Зажала Ctrl и повернула вот таким образом. Можно так сделать. И потом их намножить. Так, по поводу носа. Либо, наверное, не либо, а просто этим инструментом. Свободной формы. Щелкнула раз. Здесь по двойному щелчку. По двойному щелчку. И приводим в первую точку. Это замкнутый контур получился. Вот он. С контурами, как я сказала, разберемся позже. Укорачивать, удлинять перемещением опорной точки. Здесь кружочек. Если ведерко нарисовать на голове, то трапеция есть в стандартных фигурах. И вот здесь найти трапецию. На самом деле урок по снеговику есть на канале. Ссылка сейчас появится в правой верхней части экрана. Друзья мои, еще один момент. Чтобы сделать красивое вот это брюшко. Я нарисую эллипс, который немножко-немножко совсем заходит. Вот так. А так, по поводу вот этих запасов. Как бы я сделала? Вот я синий объект скопирую в буферами на Ctrl-C. Сейчас объясню для чего. Ctrl-C скопировала в буфер. Берем синий объект. С Shift-ом сливаем с туловищем. И снова Ctrl-V. На это же самое место вставляем. Вторая стрелка. Точки поставим. Так, нет. Надо снова перевести в кривую сначала. Двойной щелчок. Ставим точку вот здесь дополнительную. И где-то вот здесь. И в этих точках новых мы разрываем контур. Как я показывала на коньке. Разорвали. Видите, две точки на одном и том же месте. Видно хорошо. И здесь разрываем. И разъединяем контур. Удаляем вот эту часть. Здесь сейчас никуда ничего не смечаем. Понятно, что будет у нас единый контур по толщине 3 пункта пока что. И 3 пункта, чтобы было наглядно. Окончание линий. Здесь обрубленное, но можно сделать скругленное. Не забывайте файл сохранять. Друзья, мы возвращаем на место усы, мордочку и носик. Шарфик дорисовываем самостоятельно. Второе тканечек дублируем. И в следующей части урока мы с вами будем готовить изображение. Уже в общем-то резкие гравировки. Если урок нравится, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Подписывайтесь на соцсети школы. Инстаграм, телеграм. Ссылки есть под этим видео. Ну и, конечно же, подписывайтесь, потому что очень многие смотрят без подписки. Вот что получилось у меня. Это изображение, друзья мои. Это наложенные друг на друга объекты. А нам нужно сделать ажурное изображение. Черное. Давайте еще посмотрим в режиме. Вид каркас. Вот видите, шапочка, она заходит за голову. То есть у всех объектов сейчас белые заливки. То же самое. Валеночки, ручки и так далее. Вид расширенный. Но перед тем, как мы начнем это преобразовывать, я хотела бы вам пояснить про порядок объектов. К примеру, мне нужно, чтобы голова была выше туловища. Выбрала объект. Shift-Patch-Up. Выше всех объектов. Причем вообще всех объектов. А если я хочу еще туловище выше основания сделать, то я беру с Shift-Up этот объект. Этот объект. Shift-Patch-Up. Выше всех. Если только на уровень выше, то это Ctrl-Patch-Up. Если ниже всех, то это Shift-Patch-Down. Если только на уровень ниже... Ctrl-Patch-Down. И, соответственно, носик надо вытянуть на передний план Shift-Patch-Up. Следующий момент. Как я сказала, что нам нужен ажур, чтобы потом сделать еще общий контур. Что для этого я буду использовать? На примере покажу валеночка. Валенок у меня единственное, что он сгруппирован, поэтому я разгруппирую. И мне нужно валенок вычесть из ноги. Выбирая передний объект, с Shift-ом беру туловище, задний и минус передний. Но, видите, исчез валеночек. Поэтому предварительно, Ctrl-Z отменяю действие, нам этот валенок нужно закинуть в буфер обмена. Как в любой другой программе, Ctrl-C. Проделываю снова действие, задний и минус передний. Ctrl-V вставляю на это же самое место. То же самое здесь нужно проделать. И то же самое вырезать шапочку из головы. И разобраться вот здесь. На меня тоже заходят объекты. Еще какой можно использовать инструмент. Давайте я вынесу, чтобы понятнее было, чтобы не запутаться. Вот есть туловище, а есть основание. Я продублирую, чтобы мне потом не возвращать. Мне нужно срезать вот эту часть. Есть классный инструмент, который называется интеллектуальная заливка. Выбираем его. Объекты два выбраны, пересекающиеся. Цвет будущего объекта, неважно какой будет. Щелкаю вот сюда. У меня получился на пересечении объект. Эти остались как были. Ctrl-Z отменяет действие, поэтому мы вот этот объект удаляем. Но этому единственное нужно дать свойства такие же, как у всех других объектов наших. Следующий момент по поводу размера. По поводу контур и размера. Вот сейчас наше изображение, выделяя все вместе, составляет по высоте 185 мм. Понятно, что это, наверное, достаточно большое изображение. И если какой-то делать шарик на елочку, то это будет очень большой. Ну, к примеру, сделаем сантиметров 10 высотой. Ну, 12. Единственный момент. Давайте я продемонстрирую. Продублирую все вместе. И у второй вот этой группы объектов, я не сняла выделение, двойной щелчок на инструменте перышко. Масштабировать с объектом. Поставлю галочку. Ок. Выделяю вместе. Делаю высоту, как мы проговорили, допустим, 120 мм. Замок зажат, чтобы пропорционально изменилась. И ширина тоже. Нажимаю Enter. Видите, что произошло? Что у этого объекта? Толщина контур осталась, как была. Здесь пропорционально уменьшилась. Но здесь 1,9 пунктов. Давайте, чтобы понятнее было. Я даже, кстати, оставлю, может быть, первую. Чтобы понятнее было, в миллиметрах переведем свойства толщины в миллиметры. Вот видите, 1 мм. Давайте все-таки будем, наверное, думать, как это лучше сделать. 1 мм. Ну, в принципе, 1 нормальный, я думаю, что... Давайте выделим вместе. Сделаем ровно 1 мм. Я думаю, вполне себе может быть. Тут можно даже немножко поменьше. Ну, к примеру, 0,75 или давайте 0,8. Тут уже смотрите по размеру, по... Как у вас задумка какая. То есть, друзья мои, подберете толщину абрисов. Может быть, как я изначально планировала, что у меня конечки будут потолще немножечко. Могу прямо сейчас это сделать. Это тоже разгруппирую. И, например, вот эти вот части, только лишь нижние части. Будут, например, 1,5. Если это нормально. Я, друзья мои, сейчас все за кадром подрежу. То есть, вы в режиме еще раз каркас. Смотрите, чтобы не было никаких наложений. И еще дам комментарий. Друзья мои, еще такой момент. Вот эта часть. Здесь будет отверстие, за которое будет вешаться, да, эта игрушечка. Она, я ее немножко увеличила, 7 мм. Ну, я думаю, если отверстие сделать 3 мм, то по 2 мм с края будет нормально. Или смотреть, или больше. То есть, все зависит от размера. Давайте поставим вообще 9 или даже 10 мм. Потому что так нормально. Хорошо. Ctrl-C. Вырезаем из шапочки. Ctrl-V. И еще раз Ctrl-V. То есть, мы сейчас с Shift-ом уменьшаем себя. Это второй объект. Давайте мы сделаем, наверное, даже 3 мм, я думаю, что 4 мм. Enter. И вырежем из самой вот этой вот, большего диаметра. То есть, вот это, вот это. У нас бублик получился. Ctrl-Z отменяет действие. Чтобы проверить, что все хорошо, можно сделать как? Выбираем все вместе. Отменяем левая клавиша заливку. И у нас ничего не вылазит ненужного. Я про запас продублирую. И мы должны все наши обводки, это обводки, как вы понимаете, превратить в объекты. Меню объект. Преобразовать. Абрис в объект недоступно, потому что есть группы в составе этого всего. Поэтому все разгруппировываем. Снова объект. Преобразовать абрис в объект. Вид. Каркас можно посмотреть. То есть, было абрисами, стало объектами. Нужно все вот эти вот бывшие абрисы, объекты слить в единое целое. Слияние. То есть, друзья, мы сейчас, это ажурный объект. Вот я выбираю где угодно. Это единый объект, который окрашивается цветом. Но нам сейчас, вот это будет гравировка. Нам нужно сделать общий контур. Тоже продублирую, чтобы показать понятнее. Нам нужно получить сейчас только внешний контур. Поэтому я все разъединяю. То есть, видите, на самом деле в режиме каркас разница незаметна. И нам нужен только внешний контур. Внутренний нам не нужны. Вот нам нужен этот контур. Вот он. Я ненужный удаляю. А вот к этому объекту по размеру, уже по размеру, мы дадим с помощью инструмента контур. Инструмент контур находится в интерактивных эффектах. Зажимаем левую клавишу мыши и тянем наружу. Наружу. Насколько это нужно. Я ставлю 3,5. Теперь щелкнуть правой клавишей мыши именно на контуре. Разъединить. Теперь, друзья мои, нужно поставить на место. Но вот видите, даже при перемещении я вижу, что где-то в центре какие-то есть точки. Можно просто заплатку положить с запасом и слить. Так, это у нас единый объект. Поэтому я беру розовый. С шифтом беру черный. Выравниваем по центру. Потому что шифтом я вправо-влево перемещала ровно по центру вот так. Шифт, пэтч, даун ниже всех красный. Итак, друзья мои, черный – это гравировка. Сверхтонкий абрис, например, красный – это резка. Черный – гравируется. Друзья мои, на этом я показала принцип создания изображения для гравировки, для резки. Но обращайте внимание на мелочи. Вот здесь расстояние маленькое, поэтому можно было сделать, чтобы не было вот этого выступа, а контур немножечко побольше. Я сейчас на этом не останавливаюсь, потому что принцип вам понятен. На этом урок заканчиваем. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписаться на канал и все соцсети школы, ссылки на которые под этим видео. И, конечно же, нажимайте колокольчик, потому что впереди очень много уроков новых и интересных. С вами была Наталья, школа графического дизайна и иллюстрации. Всем пока-пока!